ПЕСНЯ А на другой площадке в городском дворце культуры и жюри и самим участникам пришлось еще сложнее. Направление музыка самое многочисленное. Почти сотня музыкальных номеров. И это не только песни бардовская или патриотическая, эстрадная или авторская, но и номера, в которых поет только инструмент. ПЕСНЯ Песня Анастейши, американского исполнителя Слэш, композиция, под которую для Влада впервые наступила студенческая весна. Молодой человек представляет на конкурсе юридическую академию. Кроме гитары владеет и балалайкой, но для выступления выбрал именно шестиструнный инструмент. Гитара раскрывается полностью, там много соло. Я играю блюз в основном, рок 80-х годов. Ну и рок нынешний тоже игра. Мы сейчас группу собираем, но пока все это в процессе только. Много участников исполняют советские песни. Для них впервые выделена отдельная номинация. Впервые в этом году и авторский монолог, и стендап. Прослушивания шли до вечера. В перерывах студентов проконсультировали эксперты по совместительству члены жюри. Как правильно себя вести на сцене, какие слабые и сильные стороны у каждого участника. У вас шикарная вокальная школа, природная. И вот в этих песнях подобного рода, который ты поешь, ты ее убрал вообще. Отборочная часть фестиваля «Студенческая весна» на арт-факультете завершилась сегодня. Прослушивание в Вологде стали финальными. На прошлой неделе перед жюри отчитались около сотни ребят из «Череповца». В «Череповце» мы уже посмотрели участников. Это было интересно. Были и сырые номера, были и достаточно готовые. Прям были даже попытки удивить. Хотя довольно сложно это сделать в ситуации студенческого фестиваля, но тем не менее. В «Череповце» было больше чтецов. Ну, у нас здесь такие жаркие чтецы все. А танцующие ребята, танцующие ребята, ну что, молодцы. Танцы всегда хорошо. И после завершения этого этапа у жюри еще масса работы – выбрать номера, достойные финала. Он состоится 20 апреля. 21-го – самое яркое событие – гала-концерт. В этом году отмечают организаторы, желающих стать его участниками особенно много. У нас уже тут весна 24-я, поэтому она традиционная. Поэтому, наверное, в этом году просто огромное количество участников. Это более 25 образовательных организаций со всей Вологодской области. Ну и, конечно, огромное количество номеров. Это порядка около 300 номеров в целом. Нужно отсмотреть жюри, чтобы потом сделать классный финал. Победители представят всю Вологодскую область уже на Всероссийской студенческой весне. Фестиваль пройдет в середине мая в Туле. А общий для всего творческого студенчества страны гала-концерт состоится уже в Москве. Татьяна Колосова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.